Пользователю Reddit рассказывают жуткие истории, которые на 100% правда. История выживания Джеффри Прескота Джеффри с друзьями Смитом и Дредом отправились в поход. Маршрут проходил через гору Марра, недавно потухшего вулкана на западе Судана. Прогуливаясь по краю огромного кратера, Прескот подскользнулся и упал вниз, застряв на каменном выступе внутри вулкана. Он лежал без сознания, пока его товарищи кричали ему, не решившись спуститься вниз. Смит и Дред решили обратиться за помощью в ближайшую деревню, но на это понадобится много времени, как минимум неделя. Для бедолаги Прескота слишком долгий срок. При температуре выше 100 градусов по Фаренгейту, при наличии всего нескольких пинт воды, друзья были уверены, что он погибнет раньше, чем сюда вернуться с подмогой. Но другого выхода не было. Смит остался на месте, а Дред отправился к местным жителям. Пока пострадавший ждал помощь, жар со дна вулкана сжег сумку с медикаментами и едой. И парню пришлось спасаться от огня, обливаясь водой. Смит ничем не мог помочь другу, только морально поддерживал парня, постоянно разговаривая с ним. Прескот оставался там в течение трех дней и ночей. Он отчаянно полз дальше по стене, надеясь найти хоть немного воды в углублениях камней. Около 10 часов утра на четвертый день чудесным образом прибыл Дред с несколькими спасателями и медицинским экспертом. Он добрался до деревни всего за трое суток и вернулся обратно на лошади. За ним на джипе следовала группа помощников. Парня с помощью веревок подняли на плато и бережно уложили на носилки. Прескот почувствовал огромное облегчение, когда выпил почти два литра воды, прежде чем его отвезли в больницу. В результате медицинского обследования у пострадавшего обнаружили серьезные увечья. Его травмы состояли из треснувшего черепа, сломанного запястья, нескольких разрушенных позвонков и разорванных связок в колене. Как он выжил, остается загадкой. Прескот даже шутил над собой по дороге в больницу. Замечательным финалом печального случая стало то, что после своего выздоровления Джеффри всецело вдохновился идеей стать волонтером. После этого испытания Прескот начал изучать сестринское дело. И по собственному признанию парня, он твердо убежден, что именно чудесное спасение заставило его помогать другим людям. Он рассказывал безнадежным больным эту историю, доказывая на своем примере, что можно встретить смерть и победить ее. Однажды мой парень путешествовал по дикой местности в Южной Америке. Он немного отстал от группы товарищей, но сумел догнать их, лишь чудом оставшись в живых. В этом районе было много болот. Земля под ногами ребят казалась насквозь пропитанной влагой. Они передвигались с трудом, громко чавкая грязью. В какой-то момент мой друг оступился и упал набок. Он даже не успел сообразить, что происходит, как провалился глубоко вниз. Гиблое место словно в воронку затянуло парня под землю. И бурный водный поток стремительно понес его куда-то в неизвестном направлении. Пленник подземной реки, черный как смоль, полностью лишился возможности сопротивляться. Настолько мощной оказалась сила ее течения. Парень безвольно двигался в воде, подчинившись власти потока, который постоянно ударял его тело о стены из камня. Словно русло реки было проложено вдоль туннеля. Через некоторое время течение утихло. И парень понял, что находится в большой пещере, все еще погруженной в воду. Вокруг него расползалась сплошная тьма. Когда мой друг в своем рассказе дошел до этого момента, он ненадолго замолчал. Будто вспоминая малейшие детали непростого случая, он закрыл глаза. В опасной ситуации он не растерялся. Изо всех сил бойфренд пытался задержать дыхание. Не паниковал и рассуждал вполне логично. Если здесь такое сильное течение, значит вода должна куда-то двигаться и где-то есть выход. Поэтому решил плыть дальше, пока не обнаружил еще один туннель, который будто втягивал его в свое нутро. В какой-то момент пловец начал видеть тусклый свет. Поэтому рванул вверх, пробил головой тонкий слой земли и вылез из ямы. Насквозь промокший, спасенный божьей милостью, мой друг лежал на траве, хватая ртом воздух. Чуть отдышавшись, он сориентировался на местности и бросился догонять товарищей. Лишь немного парень отдалился от других туристов, путешествующих по суше. Поэтому быстро настиг группу. Уже обеспокоенные пропажей товарища, они были несколько сбиты с толку, когда увидели, в каком виде он приближается к ним. Другая женщина полюбила моего прадеда, а он уже был женат на моей прабабушке. Ненормальная тетка пришла к ним домой, пока тот был на работе, чтобы уничтожить соперницу, перешедшую ей дорогу. Когда моя бабушка открыла дверь, обезумевшая от любовной горячки женщина выстрелила прямо в грудь хозяйки дома. Моя бабушка, которой тогда исполнилось всего три года, стояла за спиной мамы, наблюдая за всем происходящим. Она близко видела преступницу, однако осталась живой. Я полагаю, убийца просто пришла к выводу, что маленькая девочка не сможет ее описать или ей не поверят. Это случилось примерно в 1930 году. Криминалистика тогда не была достаточно развитой. Никаких доказательств по убийству прабабушки не сохранилось. Дело осталось незавершенным. Жизнь продолжалась и в конце концов женщина по имени Лоррейн получила то, что хотела. Она убедила моего прадеда жениться на ней. Когда вторая жена пришла в семью, у нее уже было два ребенка от предыдущего брака. Оба младше моей бабушки. Честно говоря, я не знаю, что случилось с ее первым мужем. Моя бабушка сразу узнала преступницу. Она рассказала всем, кто именно убил ее мать, но никто из взрослых не принял всерьез детский лепет. Кто поверит девочке, которая явно скучает по матери и не может приспособиться к новому члену семьи. Многие просто думали, что она демонизирует мачеху за то, что та заменила ее маму. Другие считали все сказанное придумкой. Может быть, обиженный ребенок вообразил это в своей голове. Честно говоря, к этому выводу легко прийти, услышав такой жуткий рассказ. Так проходят месяцы и годы. Девочка вынуждена взрослеет рядом с убийцей своей матери, проживающей в ее собственном доме. Их спальные комнаты расположены совсем близко по коридору. Лоррейн знает, что девочка говорит чистую правду о ее преступлении, но старается при посторонних не проявлять себя с дурной стороны. Перед мужем она выглядит как идеальная домохозяйка, оберегающая семейный уют и заботящаяся о скорбящем отце и его ребенке. Моя бабушка растет, терзаемая страхом перед мачехой и ее детьми. В семье процветал явный фаворитизм. Пасынки были испорчены с малых лет чрезмерным вниманием и лаской матери. Она получала только косые взгляды в спину и упреки, словно черная овца в стаде. При первой возможности девушка покидает родной дом. Она переезжает и выходит замуж за моего дедушку. Вместе они налаживают свой быт, заводят хозяйство и рожают детей. В дружной семье родились один за другим пять мальчиков. Лоррейн к тому времени сильно сдала. Болезнь забрала все ее жизненные силы и в конце концов пожилая женщина приземлилась на смертном одре. Там она призналась в своем преступлении и наконец рассказала священнику, что она натворила в молодости в порыве ревности. Надо думать, грешница перед неизбежной кончиной беспокоилась о состоянии своей души. Со дня убийства прошло 57 лет, 16 с тех пор, как скончался мой прадедушка. Он так и не узнал всей правды о смерти первой жены. Насколько мне известно, никакие документы не были официально изменены, чтобы признать эту женщину убийцей. Власти считают возобновлять давнее дело безосновательным. И все же почти спустя 100 лет рассказ маленькой девочки подтвердился. Этот факт сводит меня с ума. Моя бабушка всегда знала, кто убил ее мать, но даже после того, как она стала взрослой, люди не верили ей. Все просто улыбались и говорили, у тебя в детстве было слишком активное воображение. Эта история случилась в начале 20 века. Малыш по имени Бобби Данбар пропал без вести. Примерно через год после безрезультатных поисков ребенка, его родители случайно встретили на улице мужчину с мальчиком, очень похожим на Бобби. Они сразу поверили, что это их ребенок и заявили в полицию о своих подозрениях. После долгой судебной тяжбы с предполагаемой матерью ребенка, они смогли убедить всех в своей правоте. Дополнительным шансом на успешный исход дела для читы Данбар стал факт, что малыш был усыновлен бездетной семьей. После решения судьи, родители привезли ребенка домой. Некоторое время эта новость еще была на слуху местных обитателей. Родня в восторге из-за возвращения пропавшего мальчика постоянно приезжала к ним домой. Но постепенно все забылось. Парень подрос, жил и умер, полагая, что на самом деле он настоящий Бобби Данбар. Что ж, теперь неожиданный финал житейской истории. Несколько десятилетий спустя его внучка узнала семейную тайну о похищении ребенка. Она попросила у племянника Бобби образец ДНК, чтобы убедиться, связаны ли они кровными узами. Оказывается, совпадения не было ни по одному параметру. Это означает, что настоящий Бобби Данбар все еще числится пропавшим без вести. Наш футбольный тренер рассказал нам эту историю, когда мы тренировались, набивая мяч головой. Он сделал это с умыслом, чтобы предостеречь своих подопечных о возможных травмах. Итак, вот этот случай. Наставник сказал, что у него тренировался парень, неплохой игрок, который старался изо всех сил отбивать мяч головой. На каждой разминке он демонстрировал свое умение, повторяя многократно сильные удары. И действительно хорошо это делал. Но однажды во время такой набивки мяч попал парню прямо в макушку, когда он высунул язык. В итоге подросток перекусил язык пополам. Моя двоюродная тетя проснулась посреди ночи, услышав, как ее собака издавала низкое рычание. В то время она жила одна в своем доме в стиле ранчо. Хозяйка вышла в гостиную, чтобы все проверить. Дамочка не увидела и не услышала ничего подозрительного. Но все-таки решила удостовериться, что в дом не проник посторонний. Входная дверь была надежно закрыта на замок. И первое окно, которое она проверила, тоже заперто. Когда тетя подняла мини-жалюзи на втором окне, оно оказалось распахнутым настиж. И рядом с ним стоял здоровенный мужик в черной маске. Она рассказала, что ночной визитер рассмеялся злобным смехом и крикнул. «Время вечеринки! Сейчас повеселимся!» Затем негодяй начал залезать внутрь. Тетя не растерялась. Она закричала ему в лицо. «У меня в руке пистолет! Я выстрелю!» Собака бросилась на подоконник, громко лаяла, пытаясь вцепиться незнакомцу в шею. Преступник моментально сбежал. А моя тетя после этого купила пушку и научилась ею пользоваться. Во время учебы в колледже я жил в кампусе с общим бассейном. Однажды вечером во время летнего семестра много студентов собрались освежиться возле воды. Они общались и пили пиво после купания в прохладном водоеме. Один из моих друзей побежал к бассейну, собираясь прыгнуть с бортика. Но в последнюю секунду парень передумал и соскочил на пол. Его ноги скользнули по мокрой плитке и он упал. В результате падения товарищ сломал шею, ударившись о край бассейна. Парень больше никогда не ходил. У него были крайне ограниченные функции верхней части тела. Я видел своими глазами, как разрушается нормальная жизнь. И это было ужасно. Всегда слушайте спасателя, соблюдайте правила и ходите неспешно на мокром полу. Во время учебы в колледже в 60-х мой отец подрабатывал в морге. Однажды в ночную смену он обучал недавно нанятого сотрудника. Они вдвоем катили тележку с мертвым телом по коридору. Труп мужчины неподвижно лежал укрытой простыней. Но внезапно покрывало начало шевелиться. На глазах оторопевшего новичка мертвец приподнялся и уселся на каталке. Парень в ужасе открыл рот, закричал благим матом, сразу развернулся, выбежал за дверь и скрылся в темной ночи. Отец признался, что тоже был ошарашен жутким зрелищем, но нервы папаши оказались покрепче. Он вызвал патологоанатома для проверки состояния клиента. Очевидно, что у мертвого тела могут возникнуть судорожные сокращения мышц пресса, из-за которых покойник начинает садиться. Второй пилот заперся в кабине и настроил самолет на медленный спуск во французские Альпы. В течение 10 минут экипаж отчаянно пытался вернуться в заблокированное помещение, но безрезультатно. В современных самолетах дверь в командирский отсек была спроектирована так, чтобы выдержать любое нападение преступника и не выйти из строя. В дневной рейс пассажиры понимали, что происходит. Люди видели из окон, как горы становятся все ближе. Это не стало быстрым концом, а сопровождалось криками жертв. Что это? Боже, где выход? Мучительно долгий кошмар наяву, затянувшиеся осознание того, что приближается смерть, и она неизбежна. Это было еще в 80-х. Мой брат пригласил девушку на свидание, они весело провели время, а потом отвез ее обратно домой. Время было позднее, ночь уже вступила в свои права. Родители подруги на выходные отправились к родственникам, поэтому она ночевала дома одна. Отец часто говорил дочери, если ты дома сама одинешенька и чувствуешь себя неловко, сходи к соседям и позвони в полицию. Предупреждение произносилось не просто так, а потому что их жилище располагалось в нехорошем районе, где в то время случалось много преступлений. В тот поздний вечер, после прощания с парнем, девушка вошла в дом и поднялась в свою комнату. Когда она хотела включить свет, это не сработало. По какому-то неприятному ощущению, девушка вдруг почувствовала себя очень тревожно. Обеспокоенная подозрительной ситуацией, она решила пойти в соседний дом и вызвать полицию. Приехали полицейские. В результате осмотра помещения обнаружилось, что на самом деле лампочки в патроне не было, и в ее гардеробе прятался мужчина. Этот чувак на самом деле вынул лампочку из светильника в расчете напасть на свою жертву, пока та отвлекалась, вставляя новую. У меня мурашки бегают по коже. Насколько это было преднамеренно продуманное преступление. Только благодаря мудрости отца и собственной интуиции девушка осталась невредимой. Отец родился в Германии в 1930-х годах. Он с рождения был милым и симпатичным ребенком. Однажды его семье пришлось посетить местный митинг, чтобы продемонстрировать великую немецкую солидарность. Папу, которому тогда исполнилось 6 лет, выбрали из толпы присутствующих. Велели пройти через сцену и пожать руку оратору. Мужчина только что закончил свое громкое и пафосное обращение к собравшимся людям. Это был Адольф Гитлер. Так что я буквально жал руку, которая жала руку Гитлеру. История Джойс Винсен довольно грустная. Лично у меня случившееся с ней оставило жуткое впечатление. Особенно страшно осознавать, что человек оказался потерянным для ближайшего окружения. Множество людей проживали рядом. 38-летняя женщина, переселенка из Англии, которая снимала квартиру в многоэтажном доме, внезапно скончалась в своей гостиной. И что здесь необычного, спросите вы. Смерть Джойс оставалась незамеченной в течение двух лет. Когда невыплаченная арендная плата достигла определенной суммы, арендодатель всполошился и решил побеспокоить нарушительницу. Полицейские ворвались в квартиру и обнаружили останки хозяйки на диване при включенном телевизоре. Голубая дыра – это провал глубиной 100 метров. Вертикальная подводная пещера на побережье Красного моря. В 5 милях к северу от Дахаба, Египет. Это место довольно популярное среди туристов. Особенно любители подводного плавания. Жуткое, но точное прозвище – кладбище водолазов. Как нельзя соответствует красивой карстовой воронке. Дайверы, часто бывающие в Дахабе, говорят, что за последние годы в ней погибло около 200 человек. Многие смельчаки пытались подплыть к арке. Сертифицированные аквалангисты-новички считают, что они способны опуститься намного глубже, но не знают, что для еще нескольких добавочных метров глубины необходимы специальные газовые смеси, дополнительное оборудование для плавучести и более длительное обучение. Представьте себе, вас заинтересовало подводное плавание. Вы проходите курс дайвинга на открытой воде, паде, прилежно изучаете схему погружения, покупаете свое собственное снаряжение и знакомитесь с ним, обследуя местные водоемы. По сравнению со среднестатистическим человеком на улице, вы теперь специалист, обученный навыкам погружения в воду. Вы можете заняться дайвингом на коралловых рифах, отправившись туда на отдых, побывать на нескольких затонувших кораблях и даже поймать лобстера в Новой Англии. И вот вы отправляетесь в Египет, останавливаетесь в таком прекрасном месте, как Дахаб, и прекрасно проводите время. Уже наслышаны о глубине голубой дыры, о дайверах-смертниках, но не относитесь серьезно к подобной информации. «Я же прошел обучение, меня страхует опытный дайвер», приблизительно так рассуждает каждый второй начинающий аквалангист. Погружаетесь в воду, уловив доброжелательный кивок опытного дайвера, сопровождающего вас. Сейчас вы видите что-то прямо перед собой, подплываем ближе, красивая пещера, сквозь которую струится солнечный свет. Не задумываясь ни на секунду, решаете приблизиться еще немного. Вы не собираетесь входить в нее, хорошо понимаете, что лучше этого не делать, но вам просто хочется опознать чудесный подводный мир. Если бдительный компьютер, входящий в состав снаряжения, подаст сигнал, предупреждающий о нарушении режима погружения, вы сразу вернетесь обратно. Так что плывете еще ближе, и от такого невероятной красоты зрелища просто захватывает дух. Вы впечатлены, наслаждаетесь открывшимся видом и продолжаете плыть туда, отбросив страх и осторожность. Слышите лязгающий звук? Это дайвмастер стучит прикладом ножа по своему баллону, чтобы привлечь ваше внимание. Вы направляете голову вверх, чтобы увидеть, что он хочет, но в глазах темно. После того, как вы в последний момент посмотрели в глубину, солнечный свет, струящийся вниз, полностью ослепляет вас. Тут же отворачиваетесь и тянетесь рукой к груди, чтобы проверить свой подводный датчик. По какой-то причине это сделать неудобно. И вы поворачиваете плечо, чтобы подтянуть компьютер к лицу. Прибор пищит, и на экране мигает команда «Go Up». Смотрите на него несколько секунд, пытаясь определить глубину и уровень резервуара между мигающими словами. Цифры скачут, ни на мгновение не замирают на месте. Это действительно раздражает, так как ваш мозг не получает вовремя нужную информацию. Как следствие, вы перекладываете компьютер на левое плечо, не сумев разобраться в мельчайших параметрах. Проблема в том, что голубая дыра гораздо глубже, чем все места, где вы когда-либо ныряли. Кристально чистая вода в этой пещере обеспечивает видимость в 10 раз превышающую ту, к которой вы привыкли в темных водах реки Святого Лаврентия, где обычно ныряете. Чего многим не дано понять, не исключая вас, в этом месте аквалангистов подстерегает коварство такого рода, как обман зрения. Так, когда проплываешь немного дальше, чтобы лучше все рассмотреть, думая, что это всего на 30 или 40 футов больше, вы на самом деле преодолеваете дистанцию почти вдвое большую. Огромный масштаб испортил и ваши чувства расстояния. Пока вы смотрели на арку, в вашем окружении не было явной точки отсчета. Большая глубина, значит и большее давление на пловца. В результате ваша наполненная воздухом куртка, которую вы используете для контроля своей плавучести, становится немного сжатой. Вы медленно тонете и даже понятия не имеете о постигшей вас беде. И когда дайвмастер начал стучать по своему баллону, чтобы успеть спасти погибающего аквалангиста, вы услышали звук, подняли глаза в том направлении. Солнечный свет только на мгновение ослепил вас, и это еще больше отвлекло от нужного направления движения. Когда вы потянулись за подводным компьютером, прибор уже не торчал на груди ниже плеча, потому что БСД все время сжималось. Пришлось поворачивать свое тело боком, раскачиваясь и тянувшись к нему. 10 секунд, потраченных на поиски этого ящика, и долгий пристальный взгляд на экран опустили вас еще глубже. Незаметно вы начали ускоряться, а ваша куртка продолжала сжиматься. Причиной, по которой вы не услышали писк вначале, и почему понадобилось так много времени, чтобы разглядеть глубину между непрерывно мигающими терминалами, был азотный наркоз. Вы напивались пьянящим газом до глубины души, и цифры не могли остаться на месте, потому что вы поворачивали свое тело боком в попытке дотянуться к компьютеру, и цифры никак не останутся на месте, потому что вы все еще продолжаете тонуть. Вы плывете к свету, но течение тянет тело в сторону, ваш мозг болит, он напрягается без причины, и голубая дыра кажется суженной, а лучи света над вами идут под забавным углом. Вы пинаете в воду все сильнее, просто чтобы подняться вверх, к свету, несмотря на этот проклятый поток, который хочет столкнуть вас с каменной стеной. Компьютер непрерывно пищит, и кажется, что вы висите на одном месте, едва преодолевая водное пространство, будто плывете в густой грязи. Черт возьми, наконец вы хватаетесь за кнопку воздушного наполнения на своей кортке и сжимаете ее. Вы не должны использовать ВСД для подъема, потому что знаете, она будет расширяться при падении давления, и нужно будет осторожно выпустить воздух, чтобы не всплыть на поверхность слишком быстро. Но вас это больше не волнует. Выброс на поверхность – это именно то, что вам нужно прямо сейчас, несмотря на плачевные последствия перепада давления. Звук воздуха, врывающегося в ваш ВСД, наполняет уши невыносимым свистом, но ничего не происходит. Что-то пошло неправильно. Кажется, воздух наполняет куртку недостаточно быстро. Вы опускаете голову и смотрите вниз, пытаясь разобраться, в чем может быть проблема. Бац! Вы врезаетесь прямо в край гигантской воронки. В голове мелькают мысли. Что за черт? Почему меня тянет вбок? В дыре посреди океана есть течение? Вы продолжаете удерживать кнопку. Одно желание. Надувайся, черт возьми, давай же! Компьютер теперь издает неистовый виск, которого вы никогда раньше не слышали. Теперь замечаете, что тяжело дышите. Это признак стресса. Да и звук врывающегося в вашу куртку воздуха становится все слабее. Каждые 10 метров воды добавляют еще одну атмосферу давления. При погружении в вашем баллоне достаточно воздуха, чтобы провести час под водой на глубине 10 метров, 2 атмосферы, и заправить BSD более 100 раз. Согласно расчетам, вы спокойны, контролируете свое дыхание, медленно и сознательно задействуете мышцы. Каждые дополнительные 20 метров глубины сокращают этот запас вдвое. Если вы паникуете, то начинаете быстро дышать и резко двигаться. Такое поведение также значительно сократит ваше время пребывания под водой из-за быстрого расхода кислорода. Вы сертифицированы на 20 метров и раньше лишь ненадолго спускались до 30 метров в некоторых местах кораблекрушений. Так что вам вполне комфортно было преодолеть отметку в 25 метров, чтобы посмотреть на арку. Пока вы любовались привлекательным зрелищем, вы опустились еще глубже, уже на 40 метров. Потом осматривались в поисках дайвмастера, а затем возились с компьютером. К тому времени вы снизились на 60 метров. 6 атмосфер давления. На этой глубине у вас в запасе воздуха всего на 10 минут. Когда вы посмотрели на поверхность, то были дезориентированы в пространстве от того, что повернулись. А затем еще проверяли свое снаряжение и довольно быстро оказались прямо перед аркой. Вы плыли туда, думая, что это поверхность, поэтому голубая дыра теперь выглядела меньше в диаметре. Нет никакого течения, тянущего пловца вбок, вы продолжаете опускаться на дно арки. Когда уже достигли дна, ударившись о камни, вы начали надувать свой БСД. Расстояние более 90 метров от поверхности. На этой глубине вы опустошите даже полный баллон воздуха всего за пару минут, но ваш запас минимален. Паникуя в такой ситуации, вы теряете драгоценные секунды. Воздуха еще достаточно, чтобы надуть ваш БСД, но на заполнение уйдет больше минуты. Все действия уже не имеют значения, потому что приведут вас только к вершине арки, и вы утонете, прежде чем выберетесь из нее. Удерживая кнопку надувания, вы изо всех сил пинаете сигнал. Ваши мышцы отчаянно кричат, ваш мозг вопит, и становится все труднее и труднее высасывать каждый панический вдох из регулятора. В последнем приступе ярости и разочарования вы кричите, проклиная свой бесполезный воздушный баллон, увлечение дайвингом и водную ловушку. Тьма сгущается в углах вашего зрения, сознание угасает. Четыре минуты. Вот так долго длилось ваше покружение. Вы умерли в чистой воде в солнечный день всего за 240 секунд. Смотрите также жуткие истории из заброшек или криповые истории, в которые никто не верит. Продолжение следует...